Рад всех приветствовать, уважаемые зрители моего канала. В этом выпуске мы с вами будем делать, наверное, заключительное видео по торговле, потому что тему я максимально постарался раскрыть. У нас были и стримы, и обзоры, и терминология, то есть мы все с вами практически изучили. Это все я скомпоновал в отдельный плейлист, там же будут находиться и стримы. Сегодня мы с вами пробежимся по всем основным важнейшим аспектам торговли. Как начинать, где начинать, с чем начинать, с чем торговать, как торговать и так далее. Как вообще определиться и как научиться торговать в Ифонлайн. И понять то, что торговля в Ифонлайн это не совсем та торговля, которая может встречаться в жизни, на каких-то биржах, на каких-то рынках и так далее. Это немножко все-таки иное, потому что здесь важные нюансы и аспекты играют именно навыки, играют возможности, психология и так далее. Собственно, мы не будем долго затягивать, а сегодня именно сделаем, так сказать, поставим точку в этих выпусках. И если будет когда-нибудь что-то новое в торговле, либо поменяется, либо сменится механика, либо вообще рынок развернется и пойдет в обратную сторону. И будет необходимо сделать новые актуальные видеоролики по торговле, конечно же мы будем выпускать. Но я думаю, что я всю актуальность за последние годы сложил в данном плейлисте. Если вы досмотрели этот плейлист до конца, и именно находитесь уже на этом видео, значит вы практически готовы и остается только из всего. То, что мы там наснимали, извлечь и запихнуть в это видео и, так сказать, закрепить. Окей, погнали. Если вы новичок, если вы опытный, никакой роли это не имеет. Начинать торговать никогда не поздно, собственно, так же, как и никогда и не рано. Начинать торговать можно как с миллиарда, так со 100 миллионов, так и со 100 миллиардов. Все зависит от ваших возможностей капитала, бюджета. Соответственно, чтобы понять, как вы хотите торговать, где вы хотите торговать и чем вы хотите торговать, нужно сперва пробежаться по шести пунктам, которые я вывел сейчас на экран. Соответственно, каждый из них я сейчас еще раз, как и в прошлых видеороликах, разжую, чтобы вы снова не искали, не пробегались глазами по старым видеозаписям и так далее. Сегодня будет вся актуалочка именно в этом видеоролике. Погнали. Методика торговли. Это то и есть направление, либо определение вашего метода торговли. Как вы будете торговать, интер или интер, то есть в хабе, либо за пределами хаба. Что это такое вообще? Инто хаба и торговля, это когда вы не перемещаете свою жопку с одной точки. Где торгуете, где покупаете, там и продаете. Все заключается в одном хабе. Интерхабовые. Вы же уже таскаетесь с товарами по всей галактике, неважно, куда вы поедете. Повезете вы в нули, повезете вы в другой хаб. Это уже другая торговля. Соответственно, навыки и особенности совсем другие. То есть сидеть торговать в одном хабе можно, и даже новичкам. Но торговать за пределами хаба, это уже, так сказать, занятие для более продвинутых торговцев, которые могут и имеют возможности удаленной диагностики рынка. Имеют возможности владеть нужными кораблями для транспортировки ваших товаров, а самое главное, безопасно. Имеют несколько проплаченных аккаунтов, потому что заниматься интерхабовой торговлей в одно окно не то, чтобы сложно. Это, так сказать, мазохизм. Это трудное занятие, то есть делать это в одно окно. Поэтому второе окно всегда понадобится вам. Даже для аналитики рынка, да, допустим, сравнить цены на хабе, где будете продавать, и на хабе, где будете закупать, понадобится, если у вас только один омега аккаунт, запускать второй компьютер. Вот, иначе попросту этого сделать не получится. Соответственно, с этим мы определяемся, где мы торгуем. В одном хабе, либо таскаемся. Есть существенное отличие между интерхабовой и интерхабовой торговлей. Это разница. Разница в вашей выручке. Если в интерхабовой торговле разница между покупкой и продажей может составлять, без учета, конечно, всех издержек, процентов, а-ля так, от 5 до 20, то в интерхабовой торговле может от 20-15 и до 3 сотен процентов. Отсюда есть именно плюсы, но нужно знать рынок, что вы везете, оценивать здраво конкуренцию, и только тогда приступать к такой торговле. Ну, соответственно, интерхабовая торговля, она несет за собой некие риски потерять джамфуру, например. Например, допустим, потерять цину, то же самое. И, соответственно, при интерхабовой торговле вы в любом случае весь товар будете куда-то стаскивать, чтобы потом загрузить в джампак и утащить. Вот. А это дополнительные риски, вы на блокаднике будете потихонечку изжиты все это вытаскивать в какую-то соседнюю систему, там в лоусечную, допустим, либо в систему, куда пробросили арк гейтом, да. Вот. Поэтому это дополнительный риск нарваться на суицид. Следующий пункт – капитал. Тут не имеет никакого значения вообще. То есть он может быть 100 миллионов, миллиард, 10 миллиардов, 20 миллиардов, 100 миллиардов, триллион, без разницы. Но я думаю, с триллионом лезть в торговлю – это немножко, ну, что-то такое себе. Потому что, когда у вас есть триллион, важнее заняться чем-то более крупным, нежели заниматься, допустим, торговлей. Можно идти, допустим, в большую политику, например, развивать свой альянс, если у вас есть такие капиталы, если у вас есть чем спонсировать, платить и так далее. Но это не тема видоса. Мы, возможно, когда-нибудь зацепим это еще, но не сегодня точно. Вопрос капитала. Очень тонкая грань между началом торгов и получением конечной цели. Если вы вступаете в рынок с маленьким капиталом, 100 миллионов, там, миллиард, либо 10 миллиардов, да даже 20 миллиардов, то, соответственно, охват рынка у вас уже. Соответственно, даже если вы торгуете товарами, которые максимально по проценту разбросаны, максимально по проценту, то есть там 30% аж до дохода, это все равно не приблизит к вас к нужной цели. Почему? Чем меньше капитал, тем меньше прибыль, тем дольше вы выходите, расширяете свой оборот. Вот. Начинается с капитала 100 миллионов, миллиард, 10 миллиардов, я крайне не советую, потому что это не ликвидно. То есть вы, по сути, вкладываете 10, с оборота получаете 1, к примеру. Ну, окей, полтора получаете миллиарда. Но когда вы вкладываете в оборот 50 миллиардов, с оборота вы получаете уже, ну, скажем, 3 миллиарда. Это куда лучше, то есть, грубо говоря, за неделю вы прогоняете через рынок все свои 10 миллиардов. То есть на 10 миллиардов закупаете товара и выкладываете его, продавать с какой-то уже наценкой, да, ну, то есть по рынку. Ну, вот, соответственно, неделя с 10 миллиардов 1 миллиард. Другой капитал 50 миллиардов. Неделя 50 миллиардов, 5-6 миллиардов. Что лучше? Конечно же, лучше, если вы входите в рынок с 50 миллиардами. Но можно и с 10, но видите, то есть тот момент увеличения своего капитала до 50 будет гораздо дольше. Проще начать с крупных цифр, а потом уже выходить на более крупный рынок, допустим, с охватом всей джиты, например. Но это тоже тонкости, так сказать. Можно поступать крайне хитро. Можно торговать методом, допустим, скальпинга. То есть если вы просто торговлю берете не как за основу, допустим, своего дохода, а как просто баловство, развлечение, либо что-то новое дополнительное занятие. То можно, да, выделить там, грубо говоря, 5-10 миллиардов и торговать быстрыми торгами. То есть вы выставили лот, закупили, сразу же выставили его, продали. Также закупили, продали. Этим можно пользоваться, когда вы, допустим, торгуете плексами, скиллониекторами. Они очень хорошо закупаются и продаются. И в течение одного дня можно примерно заработать, скажем, ну миллионов 700-800. Если постоянно вот сидеть, торговать 24 на 7. Но не всем это понравится. Но это тоже метод торговли. Окей. Конкурентная способность. Третья категория у нас идет. Что это такое? Конкурентная способность, она не подразумевает под собой то, что вот там много народу на рынке. Из-за этого постоянно ваша позиция опускается куда-то вниз. Да, это тоже. Но конкурентная способность подразумевает именно и психологический фактор. Некоторые конкуренты специально давят на своих конкурентов, не видя их вообще, хитрыми манипуляциями на рынке. Они могут резко сбросить цену и у вас отобьет всякое желание торговать в этой категории. А потом, когда они почувствуют, так сказать, отхождение конкурентов с этой категории, они восстановят ее. Но такими манипуляциями могут пользоваться только крайне богатые люди. Ну, скажем, с охватом, скажем, 100-200 миллиардов с оборотом. Потому что они на такой манипуляции теряют какое-то количество денег, 100%. Тем самым избавляясь от конкуренции. И в будущем они этой категории, допустим, это будут какие-нибудь ракетки, да, могут манипулировать. Цену выставлять дороже, дешевле. Да, больше всего и чаще всего делают именно скупка, то есть манипуляция прямая рынка. То есть это тоже делают конкуренты. Они просто сметают все потенциально дешевые лоты и селл. То есть изначально они, ну, возьмем, допустим, какие-то ракетки. Вот, допустим, покажем на примере, показать информацию о ценах. Вот эти вот ракетки. Так, это у нас плохой пример, потому что их нет на рынке. Ну, вот, допустим, колдари и нави, должно быть много, да. Смотрите, какая ситуация, то есть шаг первый. Они закупают все потенциально дешевые лоты. То есть здесь у нас порог в 700 тысяч, да, допустим. Ну, в жизни такого не будет. Будет где-то, вот, допустим, если продажа 2200, то закуп будет где-то примерно. Ну, к примеру, они выставляют закуп вот этих вот ракеток по 2, по 2000 за штучку. Закупают сколько им надо, там, 100 тысяч, 200, 300, 500 миллион ракет. Накопили их. Дальше идет вторая фаза манипуляции. Они просто берут и сметают все в сейл-гордерах до тех пор, пока цена их не устроит. Вот. Но такая манипуляция происходит перед, так сказать, подготовкой почвы под эту манипуляцию. Иначе можно влететь в большой просаг. В какой именно, сейчас объясню. В момент, если вы не подготовили почву, после скупки всех вот этих вот лотов, избыток конкуренции в этой позиции приведет к тому, то, что ваши прямые конкуренты на ваши же манипуляции заработают. Они будут ставить чуть-чуть дешевле. Кто-то сразу же снизит цену до нормальной цены. Но тем самым они заработают на ваши манипуляции, вы станете сносом. То есть, перед тем, как переходить к этой стадии манипуляции рынка, нужно сперва выгнать отсюда всех конкурентов. А как это делается, я сказал вам ранее. То есть, вы нарочно занижаете цену до тех пор, пока разница между покупкой и продажей будет 1-2%. В такой лот вряд ли кто-то влезет, вряд ли кто-то будет там торговать. Все, скорее всего, оттуда посбегают. Ну вот. И после того, как вы максимально повыталкивали оттуда конкурентов, избавились от них, да, вы уже входите во вторую фазу манипуляции. То есть, вы просто все скупаете. Допустим, вот 2.200 сейчас стоит. Вы скупаете ровно все лоты до, скажем, до, ну, 2.700, да, нас устроит. Все скупили и начинаете вываливать свои ракетки, заранее закупленные по 2.700 и те, которые тоже скупили отсюда. Тем самым, вы тем, что изначально закупили по 700, откомпенсируетесь, а те, что купили более дорогие лоты, возместите. И тем самым вы, как ни крути, все равно уйдете в плюс. Вот такая вот хитрая ситуация. Если кто-то понял это, то, слава богу. Если кто-то не понял, то вам придется мои, так сказать, слова прослушать после того, как вы немножко на рынке поторгуете. Да, поймете, о чем я говорю. Следующая фаза, это метод торговли, скальпинг или коридор. Чем отличается скальпинг и коридор? Дело в том, что коридором торгуют более-менее ленивые и менее, так сказать, люди, которые имеют менее часов в игре. Там 2-3 в день, не более. А скальпингом торгуют, как правило, люди, которые находятся всегда и в игре и хотят деньги здесь и сейчас. Но, как правило, они проигрывают больше ИСЭК на гонораре брокера, на комиссии, на тех же самых передергивания лота в последнюю первую позицию. Они больше теряют, но и зарабатывают больше, так сказать, быстрее, быстрее зарабатывают, не больше. Зарабатывают, возможно, даже меньше. Но быстрее деньги здесь и сейчас, так сказать, за день можно наторговать и там какое-то количество ИСЭК, в зависимости от их оборота. Я использую метод комбинированный. Я эскальпирую и коридорами торгую. Те лоты, которые я считаю будут успешны для коридора, я оставляю в долгий ящик, в коридор, в долгую торговлю. То есть они могут мне торговаться там месяц. И отстрелиться там спустя там несколько недель, даже месяцев. И я их не передергиваю ни в коем случае на первую позицию, потому что я знаю, что если продам по этой цене, она меня не выстраивает, это слишком мало. Я дождусь, пока все лоты в сейл-ордерах поскупят и дойду до моего, и тогда я нормально продамся. То же самое и в закупке. Это называется метр коридора. По сути это АФК торговля, но она очень эффективная, если вы, допустим, имеете, давайте нажмем альтку, заказ в торговой системе, очень мало количества ордеров. Там, ну 100, к примеру, этого мало, чтобы торговать коридорами. Я бы сказал, даже 150 мало, нужно минимум 200, потому что торговля коридорами, она работает только тогда, когда у вас очень много ордеров. Какие-то из них стреляют сегодня, какие-то завтра, какие-то через месяц. И тем не менее, каждый день вы как какая-то валюта, иски, да, вам какие-то риски падают на счет. Ну вот, с этим нужно определиться. Я, ну, все же использую комбо-метод, потому что я и часто нахожусь в игре, я могу себе позволить коридорами торговать, я могу и скальпировать, да. Ну вот. Пятый пункт это возможности. Здесь эта категория относится больше для интерхабовой торговли, те, которые торгуют между хабами. Допустим, Jita Amar, либо, допустим, Jita 1DQ, Jita, допустим, JZ, Jita Kalivala, да. Да, то есть, ну, постоянно таскают что-то, да. Возможности напрямую зависят, напрямую влияют на ваш доход. Если вы, допустим, торгуете интерторговлей, да, в каком-нибудь хорошем хабе, например, в Kalivala, то имеете, допустим, Jump Rater, а то и не один, имеете несколько блокадников, имеете несколько аккаунтов с омега статусом, конечно же, возможности у вас больше, вам удобнее и вам проще торговать, вывозя товар, закупая в Jita дешево с байордеров, вывозя его в нули продавать дорого. С накруткой там 30, 40, 50, то есть 100, 200 процентов, в зависимости от того, какая позиция сейчас там актуальна. Ну вот, соответственно, все это делать нужно только после аналитики. Как проводить аналитику, на примере, допустим, в одном хабе я уже делал, смотрите прошлый стрим, вот. Сегодня мы про нее не будем говорить. Ну, коротенько скажу, аналитика это сверение цен между баем и селлом, бай в житии, селл в точке продажи вашей, да, допустим, если это интерторговля, вы логинете два окна и поочередно каждый лотик проверяете, насколько широкий спрейт, насколько большая разница между покупкой и продажей. Если она очень велика, мы с ней работаем, вот. Соответственно, нужно оценивать также и количество продаваемых товаров в день, в неделю, допустим, вот, и количество конкурентов тоже, ну вот. Дальше возможности также влияют на карпу. Если вы хотите торговать в интерхабовой торговле именно в нулях, вы без карпы ничего просто не сделаете, у вас не будет доступа к хабу, не будет доступа к грузоперевозкам и так далее. А чтобы состоять в такой карпе, в большем хабе нужно ходить на вылеты постоянно, нужно участвовать в жизни коалиции, альянсов в том числе, чтобы вас не выгнали просто так. И при этом нужно торговать, при этом нужно постоянно куда-то летать, а это больше времени займет. И вообще интерхабовая торговля, она отнимает больше времени, чем торговля, допустим, в житии. Если я торгую в житии, я могу зайти раз один-два раза в день и все, сменить позиции и все. А в интерхабовой торговле вы тратите время на грузоперевозки, на оценку, постоянно ходите на какие-то вылеты, чтобы вас не вышвырнули, да. либо вашу корпорацию, вы постоянно следите за рынком, потому что актуальность в интерхабовой торговле меняется чуть ли не каждый месяц, постоянно, вам постоянно нужно будет проводить аналитику, аналитика занимает несколько дней, несколько сотен, а то и тысяч ордеров, нужно проверить, не ордеров, а позиций, товаров, чтобы посмотреть, какие из них стали актуальными, какие из них стали неактуальными, какие пимпуются, а какие наоборот дефолтятся, вот, соответственно, все это нужно оценивать, иначе вы, вы не прогорите, потому что в интерхабовой торговле, как правило, минимальный порог 0, меньше не бывает, но будете очень мало зарабатывать, тогда проще будет уйти в житую торговать в житие, если уж на то пошло, если хотите быструю торговлю, это только житая, в житие торги идут в несколько раз быстрее, чем, допустим, житая нули, поэтому там можно использовать одно окно, вот, один мега статус, но самое главное, чтобы была хорошо раскачана у вас ордерка, то есть вы могли минимум 250 ордеров иметь, потому что вам придется на одном чаре и скупать, и зараза еще и продавать, его делите на два, получается, если 200 ордеров, у вас будет стоять 100 на скупку, 100 на продажу, потому что скупать тоже нужно, потому что нужно ликвидный товар брать где-то, и продавать нужно, потому что пока цена нормальная, нужно его сливать на рынок, вот, поэтому даже в житии я рекомендую два чара, один на скупке чисто, другой чисто на продаже, вот, и какой-то из них еще будет товар, таскай, потому что вы закупку ставите же на один прыжок, с периметра забирать, допустим, с Атурсы забирать, ну, еще с соседних систем, Нью-Калдаре и так далее, также с соседних станций, потому что продают на соседние станции тоже, ну, окей, способы компенсации потерь, самая, наверное, важнейшая часть из этого выпуска, и я не во всех видосах об этом говорю, но каждый торговец должен знать свои способы компенсации, если их нет, вы неудачник, вы неудачник не в том плане, то, что вы там плохо торгуете или что, неудачник в том плане, то, что Евка сосет вас иски без возможности восстановления их, вы сжигаете свои иски на комиссии, сжигаете свои иски на гонораре брокера, сжигаете свои иски при каждом изменении позиции ордеров, и все, это нужно учесть и восстановить, вопрос, как решать только вам, вы можете сканить, где это металлиментальные бури, ВХ, крабить ВХ, вы можете крабить зеленки и штарп, отдельный чар у вас там будет гонять, вы можете одновременно и торговать, и крабить, вот, на самом деле присутствие торговца постоянно на рынке, это не столь важный аспект, вы можете просто один раз зайти, проверить лоты, переставить, перезарегистрировать, установить закупы, все, и уйти крабить, ну вот, вам нужно вот эти вот проценты, которые у вас отбираются, восстанавливать как-то, иначе вы не ощутите такого дохода, потому что сжигаться будет достаточно весомая сумма, к примеру, если я регистрирую позиции на продажу на сумму, ну, 50-60 миллиардов, это примерно 270-250 лотов, то, если я все изменяю их позиции, то я сжигаю просто, чтобы поменять позиции на переставку этих, на перерегистрацию, на измену позиции вот этих ордеров, извиняюсь за ставтологию, в районе, ну, 500 может иногда миллиард, миллиард двести, плюс-минус, только за один раз, а в день я это делаю один-два раза, ну, иногда три, когда это выходной, когда конкуренты просто, а-а-а, как бешеные начинают, либо я просто в выходные стараюсь не входить в торговлю активной, да, в выходные больше всего лотов продается, ну вот, да, я стараюсь передергивать лоты именно сперва под тайм-зону русичей, потом под тайм-зону американцев, потом под тайм-зону китайцев, потому что все из них закупаются, зараза, в разное время, ну вот, и вам нужно изменять позиции строго в это время, не нужно менять позиции в местах, а точнее во времени, когда оно не рабочее, вы, вам нужно узнать время, что значит, допустим, 8 часов вечера для русских, ну, понятно, 8 часов вечера у вас, 8 часов вечера у них, но если вы с Дальним Востоком, то проблема как бы, вот, вам нужно узнать, сколько это 8 часов вечера у китайцев, по вашим, по вашим часам важно, вам нужно узнать, сколько часов, 8 часов вечера у американцев, это называется, ну, нормальная тайм-зона, то есть, в которой вы переставляете свои позиции на первое место, если вы делаете это вне позиции, допустим, в 4 часа по русскому времени сменили позиции, и потом, примерно в 12 дня, допустим, по американскому, и там где-то в час ночи по китайскому, логично, то у вас ни хрена продаваться не будет, почему, потому что вы, что-то будет продаваться, да, действительно, что-то будет, но максимальный, максимальная проживательность от продаж будет только в тайм-зоне, и таких умников, как я сейчас говорю, на самом деле немного, потому что не все до этого додумываются, но вот я вам раскрыл еще один заразный секрет, поэтому, кто посмотрел этот видос, тот молодец, особенно, кто смотрел до этого момента, вот, делюсь, так сказать, своим опытом, мне не жалко, на самом деле, я все объясняю, как это делать, и мне не жалко то, что будет больше конкурентов, наоборот, это хорошо, это снижает инфляцию игры, мы, так сказать, как санитары леса, блин, а тут в данном случае санитары исок, то есть, мы методом вот этих вот комиссий, гонораров и прочего, извиняюсь за совершенно дерьма, выжигаем лишние иски из игры, чем больше и чаще это будет происходить, тем дешевле будет стоить плекс, тем дешевле будут стоить кораблики и так далее, вот, поняли, да, о чем я говорю, вот, и в заключении, что еще бы я хотел сказать для новых, особенно торговцев, для начинающих торговцев, если вы не уверены, то что вы надолго зацепитесь в торговле, не стоит даже начинать, вот вообще, потому что торговля схавает у вас СП просто хренову гору, потому что изучать придется много всего, я вам больше скажу то, что я сам, естественно, еще не все в перфект изучил, то есть, посмотрите, какие у меня скиллы, я до сих пор от этого страдаю, потому что все нужно будет доводить до конца, мне нужно будет адвенсы до пятерки качать, бухгалтерку до пятерки качать, качать маркетинг до пятерки качать, это все мне нужно, и все это пригодится, ну вот, и если вы не уверены, то что вы, допустим, задержитесь в торговле хотя бы, ну, ну на год, то не стоит даже начинать, а методики торговли, как интер-интер, это решать только вам, что для вас интереснее, что для вас, может вы жажете адреналина, и вам просто нравится, когда ваша фура находится на грани, находится на грани слива, поэтому, конечно, вы выбирайте что-то поинтереснее для себя, там, интерхабы, а если что-то, так сказать, более скучное, но при этом более активное, ну, два, допустим, таких вот параметра в одном, то интер, только в житии, допустим, либо только в амаре, это интереснее, это активнее, это быстрые торги, да, то есть вам не придется там изобретать что-то, все достаточно просто, и можете также прошлый стрим чекнуть, и посмотреть, что я там, как делаю, включая аналитику, вот, поэтому, если данные курсы по торговле были для вас полезные, ставьте обязательно палец вверх, подписывайтесь на наш канал, у нас еще будут интересные разборы, аналитики и так далее, о, впереди такая как раз классная аналитика нулей, просто секс, то есть там будет, я несколько, я бы сказал, я больше года готовлю материал для этого видоса, я бы сказал, уже, наверное, несколько лет, вот, и даже, вот, вот сейчас только на стадии половины, поэтому ждите, скоро в начале следующего года я все-таки этот видос выпущу, блин, на первый взгляд он будет касаться достаточно, казаться достаточно простым, но в то же время, сколько там, сколько там мазеров сдохло, ууу, в общем, ждите, скоро все будет, обязательно приходите в канал в корпорацию, если вы ищете карпу, можете связаться со мной, можете связаться с Карализом, все ссылки будут в описании, до следующих выпусков, и с наступающим! Субтитры сделал DimaTorzok